Привет! Решил снять видео, чтобы показать вам, что происходит в вашем организме в плане инсулина, жиросжигания и следствий, которые могут из этого вытекать, и дать вам наглядную демонстрацию того, как это выглядит. Так что в выпуске будет немного анимации. Давайте начнём с вот этой картинки, на которой изображена поджелудочная железа. Она производит определённые гормоны. Один из её гормонов называется инсулин. Поджелудочная находится слева, где заканчиваются рёбра, но она ещё выдаётся немного вправо. Её работу запускает сахар. Когда вы съедаете что-то, богатое углеводами, то чем быстрее оно превращается в сахар, что-то преобразуется в сахар быстро, что-то медленно. Это называется гликемический индекс. Например, сельдерей превращается в сахар очень медленно, а конфеты очень быстро. И как только сахар в крови поднимается выше некоторого уровня, поджелудочная начинает вырабатывать инсулин. Теперь, когда инсулин готов, он соединяется с клеткой. Инсулин убирает сахар из крови, чтобы снизить его уровень. Затем он кормит клетку. Одна из его функций — кормить клетки. То есть инсулин — это киповар, который кормит клетку, снабжает её топливом. Инсулин можно также рассматривать как ключ, который открывает дверцу, позволяя клетке усваивать глюкозу. Когда глюкоза поступает в клетку, в итоге клетка наполняется глюкозой и питается. Затем клетка посылает обратный сигнал поджелудочной железе, говоря ей, что пора отключаться, поскольку клетка уже сытая. Итак, у нас есть это реле, которое называется петлёй обратной связи. И все гормоны используют нечто подобное. Гормон посылается из одного места в другое, выполняет свою функцию, и когда она выполнена, к железе посылается обратный сигнал, который сообщает, даёт подтверждение, что дело сделано, и можно отключаться. Если с этим сигналом по какой-то причине что-то не так, то поджелудочная продолжает вырабатывать и отсылать больше гормона, хотя он, возможно, уже не нужен. Итак, вот что мы узнали. Инсулин снабжает клетку топливом. Затем он помогает запасать сахар. Итак, инсулин выходит в кровь, забирает из неё сахар, питает клетку. На втором этапе он запасает сахар, главным образом в печени, но также немного в мышцах, а также в почках, в мозге и белых кровяных тельцах. Главным образом в печени и почках, там основные запасы. Организм запасает сахар в форме гликодена. Такое вот название. Гликоден — это группа молекул глюкозы, выстроенных в цепочку. В теле два главных типа запасов топлива — запас гликодена и жировой запас. Запас гликодена, то есть сахара, содержит примерно 1700 калорий, что очень мало, по сравнению с семью десятью тысячами калорий у среднего человека без ожирения. Итак, у нас 70 тысяч калорий в жире, по сравнению с семнадцатью сотнями, то есть с 1700 калориями в виде сахара. Итак, инсулин помогает клеткам усваивать топливо. Он помогает запасать сахар в виде резерва гликодена. И третья его функция — преобразовывать излишки сахара и углеводов в жир. То есть жир берется из лишних углеводов. Как только сахар в крови становится слишком высоким, инсулин превращает его в жир в печени. То есть он откладывает жир в печени, и он откладывает жир в других местах в организме, особенно в брюшной полости. Жир откладывается вокруг печени, затем просачивается в живот и откладывается там. Вот откуда берется живот. В следующей части обсудим, что это за излишки сахара в крови. В норме сахар в крови от 80 до 100 миллиграммов на децилитр. Это по сути означает, что у вас одна чайная ложка сахара на весь объем крови. У среднего человека примерно 5 литров крови. Это нормальный объем. А средний американец потребляет 31 чайную ложку сахара в день. Можете себе представить, сколько сахара при этом в организме? Инсулину приходится с этим справляться, выводить этот ядовитый сахар, защищать клетки и сбрасывать его на склад, то есть в живот. Он преобразует излишки сахара в жир на животе. Вот как это работает. Следующее, что происходит, когда сахар повышен в течение долгого времени и есть избыток невостребованного инсулина. Развивается инсулинорезистентность. При этом рецептор, который должен принимать инсулин, блокируется. В результате теперь глюкоза, то есть сахар, не может попасть в клетку, потому что ключ, позволяющий клетке получать необходимое топливо, больше не может открывать дверцу. А раз от клетки нет сигнала о том, что глюкоза в нее попала, поджелудочная железа не получает обратной связи и не выключается, то есть получается нарушенная связь. Это как кто-то много говорит, но его никто не слушает. В итоге железа не отключается. Организм пытается компенсировать ситуацию, отправляя больше инсулина в попытке связаться с этой клеткой, чтобы этот ключик наконец открыл дверцу. У человека с инсулинорезистентностью в 5-7 раз больше инсулина, чем у обычного человека. Это при диабете. В результате весь лишний инсулин расходится по организму, но не производит нужного эффекта, то есть не снижает уровень сахара, не питает клетки. Сахар отправляется в живот и откладывается там в виде жира. Мы выделяем все больше инсулина, который преобразует сахар в жир на животе и приводит к жирной печени. Другие симптомы. Есть четыре главных симптома инсулинорезистентности. Усталость, особенно после еды, когда после обеда хочется поспать. Второе. Вас усиленно тянет на сахар и вообще на углеводы. Третье. Вы слишком часто встаете в туалет по ночам, потому что куда бы ни шел лишний инсулин, жидкость идет туда же. То есть, по сути, иногда глюкоза выделяется с мочой, и вы больше писаете. Кроме того, будет затуманенность сознания, проблемы с памятью, начинаются воспалительные процессы, целый список симптомов. У инсулина есть и другие функции, не только снабжение клеток глюкозой. Первое. При помощи инсулина в клетку попадают белки. Без инсулина клетки не могут усваивать белки и аминокислоты, поэтому диабетики страдают от истощения мышечной ткани и коллагена, от слабости мышц. Они не могут наращивать мышечную массу, имеют проблемы с суставами и позвоночником, множество проблем с белками. И калий, важнейший элемент, электролит, тоже не может поступать в клетки. В результате возникает усталость, рост натрия, что вызывает повышенный пульс и артериальное давление, аритмию, проблемы с сердцем, сбивчивое и учащенное сердцебиение, водянку, отечность ступней, плохой сон, потому что калий помогает расслаблению тела. Мышечные спазмы, запоры, подагра, камни в почках. Так что инсулин нужен еще для многих других вещей. Если вам нужен хороший справочник на эту тему, у меня только что вышла новая книга, новое руководство по типам телосложения. Это дополненная редакция моей предыдущей книги, семь принципов сжигания жира. В ней больше стратегий, больше эффективных результатов. Ее проще применять на практике. В ней описаны дополнительные стратегии здорового кета, интервального голодания и типов телосложения. И все это в комплексе. Она о том, как стать полностью здоровым на долгий срок. Она о диете без голода и тяги к разным продуктам. И о том, как добиться больших успехов. В ней 379 страниц и 156 иллюстраций. Когда я читаю книгу, я первым делом смотрю, есть ли в ней иллюстрации. Если их нет, берем другую. Я люблю наглядность. Глоссарий, предметный указатель, полноценный раздел частых вопросов, целая глава об использованных источниках. Еще я добавил в конце карточку «Едим с умом». Ее можно вырезать. Допустим, вы сорвались. В ней сказано, что делать. Или вы испытываете искушение, почитаете эту карточку, и, вероятно, она убедит вас не поддаваться слабости. У меня есть спецпредложение по этой книге. Заказав ее, вы получите дополнительный бонус. Это руководство. Небольшая книга под названием «Не похудение ради здоровья, а здоровье ради похудения». Это очень мощный принцип. Эта книга — краткое изложение ключевых моментов этой книги с упором на множество иллюстраций того, что надо есть, с примерами и изображениями блюд, с правильным соотношением жиров, углеводов и белков. Эту книжку можно прочитать всю часа за полтора, и она даст вам все нужные подробности. Я дам ссылку на нее внизу. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...